Как я понимаю, в этой аудитории чаще идут разговоры о политике, поэтому сегодня я буду делать все-таки упор на экономику. У меня было два выступления в Петербурге. Одно выступление было с такой формулировкой «социально-экономический идеал русской цивилизации», а второе выступление было с условным названием «текущее экономическое положение в России и в мире». Но, как говорится, все дороги ведут в Рим. Можно заходить с одного конца, можно заходить с другого конца, можно говорить об истории экономической ситуации в России и в мире, но мы все равно придем к сегодняшнему и завтрашнему дню. Можем начинать с завтрашнего, но тогда нам придется делать экскурс в историю. Так что в этом смысле я бы так обозначил размышления о текущем экономическом моменте, о текущем экономическом положении в России и в мире. Естественно, это допускает и даже делает неизбежным экскурсы как в прошлое, так и в будущее. Но поскольку ключевое слово сегодняшнего нашего разговора – это экономика, то мне хотелось бы сказать, что здесь, вот в этой сфере, которую мы называем экономикой, существует достаточно большая путаница. Эта путаница, она обусловлена не тем, что экономика представляет из себя какой-то сверхсложный организм или сверхсложную систему. Но это делается для того, чтобы, будем так говорить, переформатировать сознание людей, для того, чтобы они перестали понимать самые простые вещи. Если эта задача будет решена, то, соответственно, тогда могут быть решены успешно и другие задачи. Безусловно, что экономика, она используется как своеобразный троянский конь для переформатирования сознания современного гражданина России, для того, чтобы, в общем-то, решить какие-то геополитические задачи, которые ставит перед собой наш геополитический противник. Таким геополитическим противником можно назвать Запад, западную цивилизацию, некоторые говорят Соединенные Штаты. Ну, Соединенные Штаты — это понятие географическое, западная цивилизация — это слишком, наверное, высокая абстракция. Вот я, как экономист, обычно пользуюсь другой категорией, другим понятием. Я говорю хозяева денег, хозяева денег. Мы сегодня с вами живем в мире, который условно можно назвать миром денежной цивилизации. А если мы говорим про мир денежной цивилизации, соответственно, мы не можем не рассуждать и не размышлять по поводу того, что такое деньги. И, соответственно, откуда они появляются, кому они нужны, кем они используются, кем они создаются. И вот в рамках такой концепции, конечно, мы не можем обойтись без понятия хозяева денег. Хозяева денег — это те, которые хотели бы стремяться на протяжении уже достаточно многих веков стать хозяевами мира. Вот, так что хозяева денег — это некая, как выражается, философо-историческая категория. Со временем они хотели бы сменить свой титул и из хозяев денег стать хозяевами мира. Вот, поэтому им необходимо, чтобы было сломлено сопротивление простых людей, представителей других цивилизаций. Но и поскольку сегодня во многих странах, и Россия в этом смысле не представляет исключения, особый интерес молодое поколение проявляет к экономике, то, собственно говоря, и в планах хозяев денег экономика используется как своеобразный троянский конь. Когда я говорю про экономику, я, естественно, имею в виду многое. Прежде всего, экономика как наука, экономика как образование, экономика как мировоззрение, экономика как хозяйственная жизнь, экономика как отношения между людьми и так далее, и так далее. Вот, и все эти понятия, они между собой четко соотносятся, иерархически, по горизонтали и так далее. Так вот, значит, поскольку я уже более сорока лет занимаюсь преподаванием различных экономических дисциплин, то я вижу, как меняется система экономического образования, и как меняется понятийный аппарат, как меняется лексика тех, кто преподает экономику. Ну, я, естественно, не беру исключения, слава богу, такие исключения есть, но все-таки значительной массе преподают по западным учебникам, и западные учебники, они, безусловно, радикальным образом отличаются от того, что, скажем, мы изучали еще четверть века назад, ну, скажем, под названием политическая экономия. Хотя, безусловно, политическая экономия – это тоже не вершина человеческой мысли, но, тем не менее, я вспоминаю, когда я учил политическую экономию, когда я ее преподавал, то в предисловии к учебникам всегда писалось, что в экономической науке есть три цели, три задачи. Первая задача – это, изучая экономику, вы лучше начинаете познавать и понимать окружающий мир, но, прежде всего, имеется в виду общество. Во-вторых, вы, понимая некие законы или, по крайней мере, закономерности экономического развития, можете эту экономику совершенствовать, преобразовывать с учетом поставленных вами целей. Ну, и третья задача – коммунисты не стеснялись об этом говорить – это задача идеологическая – формирование определенного типа сознания. Так вот, современная экономическая наука, я, поверьте, знакомлюсь со многими учебниками, со многими курсами по разным дисциплинам, на 99% выполняет лишь одну функцию – функцию идеологическую. Функцию идеологическую. Под вывеской разного рода формул, графиков, заумных формулировок скрывается именно задача перезагрузки нашей цивилизационной матрицы. Я все-таки думаю, что мы могли бы нашу цивилизацию, русскую цивилизацию, определить, прежде всего, как православную цивилизацию. Ядром любой цивилизации является религия. Поэтому, даже если мы и прошли там период 70-летнего атеистического развития, это не значит, что мы перестали быть цивилизацией, это ядро сохраняется. Хотя оно, конечно, это ядро серьезно деформировано, серьезно повреждено, но каждый человек является носителем определенного генетического кода, не только биологического, но и цивилизационного. И вот поэтому люди и различаются по своим мировоззрениям, потому что одни люди несут один код, другие – другой код. Те люди, которые себя чувствуют частью вот этой длинной цепи, преемственной цепи русской цивилизации, они, наверное, понимают, что у них именно этот русский цивилизационный код, но, безусловно, он поврежденный. И вот если человек понимает, что этот код поврежден, тогда он, во-первых, может принимать какие-то активные действия по защите от дальнейшего разрушения и, наоборот, восстанавливать этот код. Но меня представили или, по крайней мере, представляют часто как председателя Русского экономического общества имени Сергея Федоровича Шарапова. Так вот, я хочу сказать, что задача этого общества заключается в том, чтобы, прежде всего, вернуть нашим людям нормальные здравые представления о том, что такое общество, о том, что такое экономик. К сожалению, современные учебники, которые проходят цензуру и одобрение в Вашингтонском обкоме партии, они все являются носителями идеологии экономического либерализма. А идеология экономического либерализма – это очень разрушительная религия или секта, как угодно. Можно назвать это тоталитарная секта, которая обладает особо деструктивными свойствами, эффектами. Так что, это надо иметь в виду. Мне приходится иногда выступать в некоторых аудиториях, где присутствуют представители Русской Православной Церкви. Меня иногда приглашают некоторые епархии. Я начинаю тогда разговор с того, что Вы совершенно правильно делаете, что, скажем, боретесь с различного рода деструктивными сектами, тоталитарными. Баптисты, евангелисты и прочие сектанты. Правильно, что Вы постоянно проводите работы по внедрению таких предметов, как основу православной культуры в школе, основу теологии и так далее в высших учебных заведениях. Но, я говорю, Вы почему-то иногда не видите, что у нас есть очень широкий фронт, который вообще никем не обороняется, никем не защищается. Каждый год 1 миллион молодых людей поступает на разного рода экономические кафедры, факультеты, институты, и они проходят эту промывку мозгов. Это ведь не просто какая-то сумма знаний, это именно формирование мировоззрения, это перезагрузка сознания. Ну вот, можно на примере отдельных категорий, которые используют современные учебники, показать это. Просто нарушается даже нормальное функционирование такого инструмента, как логика. Но вот перед отъездом в Петербург мне некоторые журналисты по телефону задавали вопрос, как Вы отреагируете, скажем, на тот опрос общественного мнения, который проводил Левада-центр. Левада-центр задавал представителям разных социальных групп следующие вопросы. Вы поддерживаете плановую экономику? Вы поддерживаете рыночную экономику? Ну вот, два таких вопроса. Ну, Вы понимаете, что это достаточно знаменательное событие, что Центр Левада ставит так вопросы. Это значит, какие-то там происходят процессы в невидимой нам части общества, в политической части. Пока я бы не хотел как-то трактовать, комментировать эти моменты. Но сам по себе вопрос меня немножко смутил. Что значит рыночная экономика? Дело в том, что это несочетаемые слова, рыночная экономика. Экономика по Аристотелю или даже по Ксенофонту, это домостроительство. Вы знаете, у нас на Руси даже книга была «Домострой». Домостроительство. Рынок, ну, рынок, теоретический рынок, это некий механизм перераспределения. Перераспределение. Рынок сам ничего не создает. Рынок не создает, он только и перераспределяет. Ну, современный так называемый рынок, он людей обкрадывает. Он людей обманывает, обкрадывает и так далее. Вот, поэтому мне непонятно это словосочетание. Но ведь это словосочетание «рыночная экономика», оно въелось в поры нашего сознания. Я даже несколько лет назад попросил своих студентов провести такой анализ электронного учебника. Значит, какие термины в учебнике являются самыми часто употребляемыми. Оказалось, что самый часто употребляемый термин – это «рыночная экономика». Ну, дальше, я надеюсь, вы сами можете сделать вывод. То есть, разрушается просто способность молодого человека логически мыслить. Он уже готов принимать любые комбинации. Он уже, значит, готов к тому, что можно скрестить ужас ежом и так далее, и так далее. Ну, в генетике, вы понимаете, ужас ежом, ну, никак не удается скрестить. Есть определенные законы генетики, которые никому еще не удалось преодолеть. Точно так же и здесь. Вот, в результате такого скрещивания может произойти гибель и ежа, и ужа. Так что в данном случае просто может погибнуть человек не физически, а именно общественно, нравственно, духовно. Вот такие вещи. Что касается, скажем, вопроса плановой экономики, это нормальное словосочетание. Потому что любой дом строят по чертежам, по плану. Поэтому вот Левада-центр, понятно, получил какое-то задание. И он его это задание ретранслирует. Но, видите, они используют такие уже готовые стереотипы. Готовые стереотипы. Ну, уж если мы заговорили о слове рынок, то это удивительно. Ведь толстенные учебники по экономике объясняют молодым людям, что такое рынок. Какие механизмы рынка и так далее, и так далее. Вот пошло это все с легкой руки Адама Смита. Происхождение богатства народов, да? Но, между прочим, ведь тот же Адам Смит, он был не экономистом. Он был скорее философом, который специализировался в области этики. И уж если он употреблял слово «невидимая рука рынка», то он имел в виду именно Божий промысел. Он имел в виду Божий промысел и имел в виду, что только тогда могут выстраиваться нормальные отношения между людьми на рынке, если люди руководствуются какими-то нравственными, в данном случае христианскими заповедями. Вот в каком смысле использовалось словосочетание «невидимая рука рынка». Но уже в 19 веке гораздо более продвинутые экономисты посчитали, что экономика должна быть чистой наукой. А в чистой науке нравственности не место. Поэтому была зачищена эта экономическая наука от этических норм, от нравственности. И, собственно, осталось что-то такое непонятное, что потом уже в конце 20 века назвали странным словом «экономикс». «Экономикс». И даже у нас в книжных магазинах, я помню, в 90-е годы отдельные учебники так и назывались, без перевода. «Экономикс». С некоторым намеком на то, что вот эта точная наука, это такая же точная наука, как «физикс», «кэмикс», «мекэмикс». Вот, ну, дело в том, что все-таки не самые продвинутые авторы западных учебников все-таки признают, что экономическая наука – это наука об отношениях между людьми. Не всякие отношения, а отношения по поводу производства, обмена, распределения, потребления, как это еще в учебниках по политэкономии писалось. Ну, а если речь идет все-таки об отношениях между людьми по поводу производства, обмена, распределения, потребления, то тогда, соответственно, следует следующий вывод, что, значит, экономика зависит от качества субъектов этих отношений и от тех норм, которые регулируют эти отношения. Ну, вот, когда почти 50 лет назад я пришел в институт, и помню, на первой лекции нам, на лекции по политэкономии, нам сразу же сказали, клеточкой экономики по Марксу является товар. Ну, достаточно странно, потому что в том же учебнике говорилось о том, что экономика – это отношения между людьми. Ну, вот сейчас-то я могу совершенно уверенно сказать, что, конечно, клеточкой экономики является не товар. Экономика строится, прежде всего, на таких клеточках, как человек. И, естественно, что если будет низкое качество этой клеточки, то вряд ли можно ожидать, что мы будем иметь здоровую экономику, здоровый экономический организм. И наоборот, если мы хотим иметь здоровый экономический организм, то, прежде всего, надо посмотреть, а в каком состоянии находятся клеточки. Вот, вроде бы очевидная вещь, но на протяжении четверти века мы видим, что подавляющая часть экономистов заняты тем, что либо они предлагают навести румяна на этот нездоровый организм, либо, значит, наиболее радикальные говорят, что надо провести операцию. Ну, и почти никто из экономистов не говорит о том, что надо сначала посмотреть, а какие же там мутации произошли на клеточном уровне, и, может быть, прежде чем резать пациента и наводить на него румяна, надо сначала подумать об оздоровлении клеточки. То есть, иначе говоря, духовное начало в экономике, оно первично по отношению к, уже будем так говорить, каким-то другим вещам, которые ближе к материи. Вот как обстоит дело. Но, к сожалению, на протяжении 70 лет нам преподавали политическую экономию. И политическая экономия – это одна из дисциплин в рамках марксистско-ленинского образования. И, собственно, методология, мировоззрение всех этих дисциплин была одна и та же. Это экономический базис, и над ним возвышается настройка. А настройка включает в себя все. И политику, и правовые отношения, и государство. И культуру, и даже религию. Естественно, что при таком понимании общества будут следовать неправильные выводы. То есть, надо сначала лечить некие изменения в экономике, а тогда все уже автоматически наладится. И государство будет нормальное, и политика будет нормальная, и люди будут духовно-нравственные. Я ведь не утрирую, мне и сегодня приходится контактировать с некоторыми идеологами КПРФ, и они и сегодня продолжают именно так думать. Они считают, что главное в экономике – навести порядок. Тогда у нас и люди станут нормальные, добрые, нравственные, любящие друг друга, милосердные, и так далее, и так далее. То есть, вот такое у них представление. А я вот их раздражаю своей точкой зрения, что начинать надо с клеточного уровня. С клеточного уровня. Вот, так что, если говорить вот о некоторых аналогиях экономики, физиологии, то вообще понимание экономики, оно становится гораздо более простым через сравнение экономики с человеческим организмом. В человеческом организме есть кровообращение, в экономике есть денежное обращение, в экономике есть энергетика, в человеческом организме есть желудочно-кишечный тракт, в экономике есть система управления, в человеке есть нервная система и центральная нервная система. То есть, тут удивительные параллели, и если мы будем внимательнее приглядываться к человеку, то тогда, к устройству человека, тогда нам легче будет, наверное, и решать, какие-то задачи по оздоровлению экономики. Вот, так что, здесь непочатый край, непочатый круг вопросов. Ну, вот меня иногда спрашивают по поводу того, а что нам делать? Что нам делать? Ну, говорят, ведь ту же самую клеточку можно оздоравливать там годами, десятилетиями. Я согласен, безусловно, что если какой-то тяжелый случай, то с пациентом имеет дело целая бригада. Есть врачи-диагносты, есть врачи, которые делают операцию, есть врачи, которые, значит, проводят лекарственную терапию, есть анестезиологи, есть физиотерапевты и так далее, и так далее. То есть, не надо меня понимать буквально, что вот мы сначала проведем терапию клеточки, а потом уже начнем все остальное. Нет, если тяжелый случай, когда время не терпит, тогда надо как-то все это делать в параллель. Ну вот, если делать все в параллель, то, безусловно, что наш нездоровый экономический организм необходимо по возможности максимально защитить от дальнейшего внешнего воздействия, внешних вредных факторов. А такими внешними вредными факторами являются, конечно, те факторы, которые сегодня у всех на слуху, у всех на виду. Я имею в виду, скажем, падение цен на черное золото, скажем, обвал российского рубля, экономические санкции и так далее, и тому подобное. Безусловно, что это тоже входит, наверное, в круг экономических задач. Но для того, чтобы все-таки понять, как решать вот эти задачи, связанные с защитой больного организма от внешних негативных воздействий, надо тоже ставить четкий диагноз. Надо ставить четкий диагноз. Мне довольно часто задают вопрос, скажем, такого рода. Значит, а что надо делать правительству для того, чтобы вот, скажем, исправить то-то и то-то, не допустить, скажем, нового обвала рубля? Я говорю, вы знаете, вот если бы вы в вашем вопросе заменили одно слово, то, наверное, вы бы тогда бы и не стали бы этот вопрос задавать. А какое слово? Я говорю, правительство. Потому что на самом-то деле это не правительство, а это колониальная администрация. Поэтому я даже на московском экономическом форуме резко выразился, я говорю, что вот вы сейчас пишете, готовите петицию в адрес правительства. Но я думаю, что вы неправильно канализируете вашу энергию бурную, потому что вы пишете петицию в адрес колониальной администрации. И навряд ли будет хоть какая-то реакция на вашу петицию. Скорее могут подействовать, наоборот, последовать какие-то репрессивные методы, или колониальная администрация сделает какие-то выводы и внесет какие-то коррективы, значит, в свою политику. Ну, скажем, активизирует деятельность той группы экономистов, которую я условно называю психотерапевта. Большая часть современных экономистов это люди, которые так или иначе зависят от власти, и которые примерно так говорят, все хорошо, прекрасная маркиза. Чуть-чуть еще потерпим. Некоторые говорят, вот мне мерещится, что завтра уже нефть будет стоить 100 долларов за баррель, и так далее, и так далее. То есть, на самом-то деле, это не врачи, а это вот даже не терапевты, не психотерапевты. Это именно какие-то гипнотизеры. Это какие-то гипнотизеры, и безусловно, что надо максимально, значит, как-то закрываться от этих гипнотических эффектов. Вот. Ну, если говорить, значит, по поводу приоритетов в тех действиях, которые могла бы предпринять патриотически настроенная власть, ну, я говорю, естественно, что мои рекомендации, мои предложения, они адресованы не нынешней власти. Нынешняя власть их не услышит, а если и услышит, то она, наоборот, еще более ощетинится, внесет какие-то коррективы в свою вот эту текущую деятельность. Я думаю, что на первом месте среди таких задач я бы для патриотического правительства поставил задачу девшеризации российской экономики. Я об этом постоянно говорю и буду и дальше говорить, потому что девшеризация российской экономики это задача не только связанная с тем, что российский бюджет недополучает какие-то налоги. К сожалению, ко мне иногда подходят представители некоторых политических партий и просят меня, как эксперта по вопросам обшаризации, посмотреть их документы. К сожалению, документы крайне неудовлетворительны, потому что они воспринимают обшаризацию российской экономики примерно так же, как, скажем, происходит обшаризация американской экономики, европейской экономики. Но наша российская обшаризация, она совершенно иная по существу. Дело в том, что там действительно делаются попытки борьбы с офшорами, потому что офшоры недоплачивают налоги в государственную казну. Скажем, в Соединенных Штатах каждый год фигурует оценка, что офшоры недоплачивают в федеральный бюджет Соединенных Штатов порядка 100 миллиардов долларов. Вот. Для России ситуация намного серьезнее. Вопрос уклонения от налогов это, наверное, 101 вопрос в связи с офшорами. Дело в том, что большая часть системообразующих компаний, предприятий российской экономики, они создали так называемые зеркальные офшорные структуры. Но в России, предположим, у компании находятся физические активы. Домные, железные дороги, шахты, заводы, цеха, инфраструктура. Но такая компания, она создает офшорную, параллельную структуру. И это юридическое лицо офшорное создает свой баланс. и на этом балансе, собственно говоря, фиксируются все эти активы. То есть, де юра эти активы оказываются в офшорах. Физически они здесь, а де юра они там. Ну, чтобы было понятно, наглядный пример. Нефтяная компания ЮКС. Физически активы здесь, в России. Я имею в виду в те времена, когда Кодарковского взяли под белые руки. юридические активы оказались в офшорах. Но потребовалось достаточно немало времени для того, чтобы распутать всю эту офшорную цепочку и разобраться, значит, на счетах, то есть, на балансах, каких офшорных структур находятся физические активы ЮКОСа и заодно выяснить, кто же является бенефициаром, выгодополучателем вот всей этой компании под названием ЮКОС. Ну, конечное звено этой цепочки это гибралтарская офшорная компания, где главным бенефициаром является Яков Ротшольд. Ну, это просто как учебное пособие для того, чтобы было понятно, что такое офшоризация российской экономики. Понятно, почему была создана именно такая зеркальная структура, она была создана для того, чтобы в случае чего можно было бы немедленно обратиться в западные суды, и мы на примере ЮКОСа прекрасно видим, что обиженные инвесторы ЮКОСа обратились в разные судебные инстанции, все это было консолидировано в рамках ГААКского международного суда, и потом нам выкатили иск, собственно говоря, нам выкатили уже требования на 50 миллиардов долларов, на 50 миллиардов долларов. Ну, в принципе, это особая тема, как конечные бенефициары собираются защищать свои активы. Активы здесь в России, де юра они находятся там, но кроме судов есть, конечно, и другие инструменты, вплоть до военной интервенции. И тут не надо думать, что что-то такое принципиально новое в нашей истории, потому что все это уже было примерно 100 лет назад. Это было после того, как значит, пришедшие к власти большевики в первых числах января 18-го года объявили об отказе от обязательства по внешним долгам, которые возникли до Первой мировой войны и в ходе Первой мировой войны. чуть позже были изданы декреты по национализации активов, принадлежавших нерезидентам иностранным инвесторам. Вот, ну, естественно, что это был немаловажный фактор, который спровоцировал и гражданскую войну, и интервенцию, и грань между гражданской войной и интервенцией, она очень условная. Я об этом писал достаточно подробно в своей книге, которая называется «Генуэзская конференция», там я как раз объяснял все эти моменты. Я ведь писал эту книгу про Генуэзскую конференцию только для того, чтобы мы сегодня лучше понимали, в какой мы ситуации находимся. Очень параллели напрашиваются, параллели напрашиваются, но надо сказать, что при моем настороженном, мягко выражаясь, отношении к большевикам, я должен честно сказать, что они достаточно грамотные, энергично отстаивали свои интересы на той же самой Генуэзской конференции. Я об этом подробно пишу, тем более, что один из членов делегации, которая поехала в Гену в 22-м году, это был профессор Николай Николаевич Любимов, который преподавал нам международные экономические отношения, и он рассказывал, значит, как мы готовились к этой Генуэзской конференции. Мы знали, что нам выкатят претензии, нам выкатят претензии по довоенным долгам, по военным кредитам, по национализированному имуществу, но мы в это время готовились и готовили встречные требования, то есть ущерб, нанесенный в результате интервенции, ущерб, нанесенный в результате так называемой гражданской войны, я помню, что он нам рассказывал, что это на самом деле была не гражданская война, это была та же интервенция, но интервенция, в которой участниками были резиденты, ну это примерно так же, как сегодня события на Украине, фактически это же американская интервенция, но формально как бы участниками вот всей этой заварухи являются граждане украинской Украины, самостийной Украины, вот, ну вот я так подробно об этом рассказываю, для того, чтобы было понятно, что у нас есть определенный опыт, как нам выходить из этих сложных ситуаций, я некоторым депутатам говорил, что необходимо прекратить спектакль, но они же вот такой сейчас спектакль развели уже второй год этому спектаклю, значит, амнистия беглого капитала, понятно, что никакой амнистии быть не может, по многим причинам, во-первых, значит, никаких гарантий беглым этим олигархам, или вернее, хозяевам беглого капитала нету, и быть не может, а во-вторых, элементарное понимание того, что ведь никто эти офшорные активы оттуда из своих церквей хлопни выпустит, поэтому я уже сталкивался с некоторыми предпринимателями, которые консультировались на вопрос, по вопросу о том, как можно выцарпать назад свое имущество, да никак, понимаете, это уже отрезанный ломоть, вместо того, чтобы тратить ценное время на подготовку каких-то там новых амнистии беглого капитала, ушедшего в том числе и в основном в офшоры, необходимо принять другую меру, а другая мера это ведение ограничений запретов на движение капитала, это вот второй пункт, второй пункт той программы, которую я предлагаю власти, я ее, конечно, тестировал и на нынешней власти, но нынешняя власть не хочет ни слышать, ни видеть подобного рода предложений, это очень очевидный и понятный как бы шаг со стороны страны, которая защищается. Ну вот опять возвращаясь к декабрю 2014 года, собственно, обвал российского рубля это результат того, что происходило активное бегство капитала из России, в 2014 году даже по данным Банка России значит из России утекло 151,5 миллиард долларов это очень серьезная сумма и безусловно, что эта сумма она повлияла на спрос и предложение на рубль и валюту на нашем российском валютном рынке в принципе конечно можно было бы жить по старым канонам либерализма а старые каноны либерализма предполагали следующие реакции страны нашей власти центральный банк должен был проводить валютные интервенции слава богу у нас валютные резервы таковы что мы могли бы значит отстреливаться еще года два проводя валютные интервенции поддерживая курс рубля по отношению к доллару и другим резервным валютам но центральный банк центральный банк он неожиданно в 14 году как раз в то время когда начались санкции против России когда значит на украинском направлении возникло серьезное напряжение объявил о том что рубль будет плавающим ну понимаете для спекулянтов это сигнал что самое время значит играть на понижение рубля вот были значит некоторые ну я бы так сказал некоторые комментарии что мол да рубль то будет плавающий но тогда наверное центральные банки правительства ведут ограничения на движение капитала чтобы не допускать резкой дестабилизации валютного курса рубля центральный банк несколько раз официально заявлял что они не предполагают введения никаких ограничений на движение капитала но только ленивый и тупой не поймет что собственно можно организовать атаку на рубль и эта атака на рубль была произведена безусловно что акторами или активными участниками всей этой операции были не только некие спекулянты которые кстати обещал руководитель нашей федеральной службы внешней разведки раскрыть но так и не раскрыт я помню Фродков в декабре обещал что он доложит о том кто же обвалил российские рубль но было очевидно что ничего он не раскроет и опять таки спекулянты в данном случае не главные участники всей этой спецоперации если говорить о главных участниках этой спецоперации то конечно это хозяева денег хозяева денег которые естественно дергают за ниточки прежде всего они дергают за ту ниточку которая ведет Центральному банку Российской Федерации именно Центральный банк по команде хозяев денег сказал что мы пускаем рубль в свободное плавание именно по команде хозяев денег было сказано что мы не будем вводить никаких ограничений на движение капитала другая ниточка которая тянется от хозяев денег это большая тройка рейтинговых агентств которые на протяжении 14 года последовательно понижали инвестиционные кредитные рейтинги России ну еще еще много других ниточек это надо читать целый курс по поводу того кто и как управляет нашей экономикой вот так что мое предложение под номером 2 это немедленное введение ограничений на движение капитала я должен здесь сделать некоторые экскурсы объяснить что такое ограничение на движение капитала вот в 44 году все вы знаете в Соединенных Штатах проходила Бреттонбургская конференция Бреттонбургская конференция заложила основу послевоенного финансового и валютного порядка это так называемый золото-долларовый стандарт золото-долларовый стандарт предусматривал значит не фиксированные валютные курсы но стабильные то есть валютный курс каждой денежной единицы мог колебаться там в пределах плюс-минус четверть процентного пункта вот и все то есть те кто в 44 году принимали эти решения понимали что экономика может развиваться только в условиях стабильных валютных курсов если начинается шторм то извините во время шторма и корабли не плавают или желательно чтобы они не плавали вот то есть вроде все было очевидно и понятно это вот сегодня нашим студентам а некоторым молодым преподавателям становится непонятно потому что многие считают что колеблющиеся валютные курсы это норма жизни на условиях колеблющихся валютных курсов нельзя ничего созидать просто нельзя никакие долгосрочные инвестиционные решения принимать я привожу я привожу такую медицинскую аналогию скажем если у человека скачет артериальное давление может он в это время работать нет он обычно ложится я видел таких людей и принимает какие-то средства работать он не может экономика тоже не может функционировать в условиях скачущих валютных курсов вот очевидная вещь но я хотел бы сказать о другом что для того чтобы держать валютный курс в рамках вот этих жестких ограничений плюс-минус четверть процентного пункта значит странам разрешалось вводить ограничения запреты на движение капитала до где-то примерно 70-х годов то есть до времени развала Бреттон-Вудской системы в мире большинство стран даже так называемых цивилизованных западных стран имели ограничения на свободное движение капитала а потом началась новая эпоха не только финансовая история но и вообще мировая история к сожалению я вот тоже должен немножко перескочить и сказать об этом потому что многие удивляются как это так вдруг мир стал таким турбулентным именно 70-х годов прошлого века и вообще он не только стал турбулентным а стали ломаться привычные системы ценностей в мире что раньше считалось грехом сегодня считается добродетель понимаете это ведь связано с финансо-экономическими тектоническими процессами дело в том что в 70-е годы была демонтирована Бреттон-Вудская система это был золото-долларовый стандарт хозяева денег обладали печатным станком они выпускали зеленую продукцию но на этом станке был золотой тормоз они не могли злоупотреблять печатным станком потому что они не могли выпустить зеленые бумаги больше чем их золотой запас а в 70-е годы был снят золотой тормоз этого печатного станка появился бумажно-долларовый стандарт но потом он конечно трансформировался в нефти долларовый стандарт но все равно возникла ситуация которой мечтали еще средневековые алхимики как из железа делать золото а тут из воздуха можно делать деньги а на деньги можно покупать реальные активы это действительно было революционное событие не только наверное 20 века но и вообще всей человеческой истории и поэтому мы последние 40 лет наблюдали вот такие я бы сказал революционные изменения во всех сферах жизни ну вот я сказал что сняты были всякие ограничения для хозяев денег за исключением одного они могли бы напечатать и триллионы и там я не знаю как там называются эти единицы измерения то есть они могли бы печатать бесконечное количество денег было только все таки одно ограничение спрос на эту бумагу спрос на эту бумагу и вот тут и появились эти концепции рыночной экономики все продается все покупается это был социальный заказ хозяев денег для того чтобы печатный станок не имел никаких ограничений вот тут и появились вот все эти финансовые рынки они и раньше были но раньше был определенный все таки паритет между финансовым сектором экономики и реальным сектором экономики сегодня финансовые пузыри они по своим показателям на порядке превышают показатели реального сектора экономики безусловно что худо ли бедно ли до 70-х годов прошлого века во многих странах запада существовало антимонопольное законодательство это антимонопольное законодательство было полностью демонтировано для того чтобы цены могли расти а чем выше цены тем выше спрос на зеленую бумагу и первым делом были сняты всякие ограничения на цены на такой товар как черный золото но сидящие в этом зале по возрасту вижу помнят события 73-го года так называемый энергетический кризис а что такое энергетический кризис за несколько месяцев цены на черное золото на мировом рынке подскочили в 4 раза 4 раза а если мы посмотрим кривую цен на рынке нефти за предыдущий век то это в реальных долларах горизонтальная линия с небольшими отклонениями а небольшие отклонения они определялись действительно некоторыми изменениями спроса и предложения а после этого рынок черного золота перестал существовать его по инерции называют рынком никакого рынка нету там действует жесткий картель только тут тоже надо объяснить потому что именно в 70-е годы на сцену выпал так называемый ОПЕК начало правда некоторое время его называли антикартель потому что когда я еще учился нам читали курс по нефтяным рынкам и там ключевым понятием был нефтяной картель нефтяной картель это семь сестер наверное помните да семь сестер пять американских компаний тогда они называли Стандарт Нью-Зерси Стандарт Оил Калифорния Тексас и еще какая-то Тексакова извините сейчас они все бренды поменяли но это все те же самые сестры только уже они свои девичьи фамилии поменяли на другие вот ну и еще Бритиш Петролиум и Ройл Датч Шилл это уже две европейские компании вот собственно я хочу сказать что сегодня нефтяной картель продолжает существовать но если вы включите поисковик интернета то вы не найдете почти никакой информации о нефтяном картеле а если вам что-то интернет расскажет про нефтяной картель то оказывается сегодня нефтяным картелем вызывают страны ОПЕК а это честно говоря 5-е колесо в телеге они делают погоды на рынке черного золота но у меня целый ряд публикаций на эту тему кто и как делает цены на рынке черного золота это прежде всего хозяева денег потому что те у кого есть деньги они собственно говоря и определяют конъюнктуру большинства мировых товарных рынков особенно тех товарных рынках на которых обращаются биржевые товары потому что сегодня есть такой финансовый инструмент как деривативы а деривативы они привязаны ко всем биржевым товарам поэтому если ты управляешь рынком деривативов то считаешь что ты управляешь рынком биржевых товаров но это так небольшое отступление в сторону я хотел бы вернуться к тому что значит в 70-е годы произошла революция и значит цены на мировых товарных рынках стали расти значит стали создаваться какие-то новые товары которых не было это объекты интеллектуальной собственности это очень интересная тема но эта тема отдельные лекции того объекты интеллектуальной собственности тоже стали объектом купли продажи далее это ну собственно были сняты всякие табу всякие табу и даже я скажу вот такой момент даже вот просто казалось бы явление которое существовало всегда во все века проституция после 70-х годов резкий взгляд проституции потому что грубо говоря человек стал превращаться в товар в данном случае я имею ввиду не только скажем женщина стала превращаться но и появилось рабство в буквальном смысле не переносном как наемное рабство а именно буквальном и человек стал таким же товаром с определенным ценником сегодня конечно говорят о том что есть там скажем спортсмены у которого есть своя цена есть какие-то шоумены оказывается у которых есть своя цена сегодня оказывается у многих людей есть ценник понимаете раньше это как-то воспринималось как некое кощунство но для того чтобы это не воспринималось как кощунство а воспринималось как норма жизни для этого надо разрушить основы религии основы нравственности морали это особо большая тема я не хочу сейчас в нее тоже погружаться. Вот, собственно говоря, какие революционные события происходили после того, как мир демонтировал Бреттон-Луцкую систему и перешел к бумажно-долларовой системе. И тогда, соответственно, произошел демонтаж вот этих самых валютных запретов и ограничений. Капитал свободно стал гулять между разными странами. Безусловно, что этот капитал спекулятивный, он ничего не созидает, он только разрушает. Наши власти уже на протяжении четверти века как мантру произносят слова «Необходимо привлекать иностранные инвестиции». Вот я перед отъездом в Петербург специально посмотрел последний ежегодник ЮНКТАТ – United Nations Conference on Trade and Development. Это организация, которая ведет статистику прямых иностранных инвестиций в мире и поддельным странам. Так вот, в ЮНКТАТовских сборниках прямо даются цифры. Я сейчас не ручаюсь за точность. Но большая часть так называемых прямых иностранных инвестиций – это покупка уже готовых активов. Если раньше в нашем сознании инвестиции воспринимались созданием каких-то новых заводов, предприятий, то, что мы сегодня называем новых активов, то сегодня это просто перераспределение. Если бы это даже было простое перераспределение, это называется сделки «mergers and acquisitions» – «слияние и поглощение». То есть происходит захват какой-то компании, этот бизнес показывает, что гораздо выгоднее дальше не просто накачивать этот объект, поднимать его в рыночную капитализацию, а его лучше расчленить, раздробить и продавать в розницу. Будет гораздо более высокий коммерческий эффект. То есть вот эти иностранные прямые инвестиции, они окончательно разрушают мировую экономику и российскую экономику в том числе. Вот это надо иметь в виду. Дальше мне хотелось бы сказать, что третьим пунктом моей программы срочных мер по защите нашей экономики – это перестройка деятельности Центрального банка. Я уже упоминал Центральный банк. Еще раз повторю, что нити управления от Федеральной резервной системы, от хозяев денег, идут к Центральным банкам большинства стран мира. И Российский Центральный банк исключением не является. Он российским является только по вывеске и по месту расположения. На самом деле это филиал Федеральной резервной системы. Это институт, который четко выполняет команды, идущие из Мирового финансового центра. И в том числе, видимо, была дана команда на то, чтобы организовать обвал рубля. По своему разрушительному эффекту обвал рубля не сопоставим с экономическими санкциями Запада. Совершенно не сопоставим. Если экономические санкции Запада в каком-то смысле даже помогают восстанавливать нашу экономику, это очевидно, то, конечно, обвал рубля, он нанес ущерб не только российской экономике, он нанес ущерб нашим межгосударственным отношениям. Только мы начали выстраивать отношения с Китаем, только мы стали договариваться о том, чтобы надо переходить от доллара к расчетам национальных денежных единицах, и после обвалов, по моим данным, опять китайцы сказали, нет, давайте мы будем торговать на доллары. Это типичная спецоперация хозяев денег. Только мы с батькой начали договариваться по поводу более широкого использования белорусского и российского рубля во взаимных расчетах, и после этого батька говорит, нет, мы будем от вас получать только доллары. Ваши обесценившиеся бумажки нам не нужны. Я уж не говорю о том, что к нам приходят в русско-экономическое общество некоторые пострадавшие граждане, ну скажем, те, кого мы называем клиентами по валютной ипотеке, таких, оказывается, у нас 50 тысяч человек, то есть 50 тысяч семей. Вот. Ну некоторые думают, что вот молодые люди просто легкомысленно поступили, брали валютную ипотеку, ну они мне прямо говорили, что банк говорил, что у нас есть только валютные формы ипотеки рублевой, у нас нет, не было выбора. Вот. Ну, в общем, вот такая ситуация. А ситуация настолько серьезная, я ведь не образно говорю, когда говорю, что банкиры – это убийцы. Вот мне представители вот этого общества ипотечников валютных, они говорят, у нас уже было несколько суицидов. Они ведь знают, что у них там происходит в их сообществе. То есть эти вещи очень и очень серьезные. Вот. И, к сожалению, этот вопрос не решается, как не решается и тысяча других вопросов. Я ведь почему об этом говорю, что центральный банк у нас работает наподобие валютного обменника. Это даже не центральный банк в классическом понимании этого слова. Классический центральный банк, он кредитует национальную экономику. Есть разные формы кредитования. Ну, скажем, американская модель. Федеральная резервная система, центральный банк, кредитует правительство, покупая казначейские бумаги. Это вот американская модель. Такая же модель существует в Европе, такая модель существует в Японии. Есть другая модель, которая в некоторых учебниках называется германская модель. Она более правильная, более прямолинейная. То есть центральный банк рефинансирует коммерческие банки под залог векселей, которые, в свою очередь, коммерческие банки получают от предприятий реального сектора экономики. А векселя предприятия реального сектора экономики имитируют под какие-то конкретные инвестиционные проекты. И в результате, собственно говоря, увеличение денежной массы со стороны центрального банка уровень навешивается увеличением товарного предложения. То есть это безинфляционная модель денежной эмиссии. Очевидная вещь. Но почему-то об этой очевидной вещи даже в учебниках по экономике и по денежно-кредитному обращению почти ничего не говорится. А раньше это была норма, это была нормальная модель. Сегодня самой распространенной моделью является Currency Board. А Currency Board это фактически модель валютного обменника. Есть разные варианты Currency Board. Классический Currency Board это когда национальная денежная единица хватает за хвост американский доллар. И куда американский доллар, туда и национальная денежная единица. То есть идет обмен долларов центральным банком на некие национальные фантики, но по устойчивому фиксированному валютному курсу. Ну скажем, страна, которая вела классическую модель Currency Board это Аргентина. Есть разновидность Currency Board, когда все-таки валютный курс плавает. Вот в России плавающий валютный курс, но рубль привязан полностью к американскому доллару. Более того, наша модель Currency Board, она даже хуже, чем африканская. Я смотрел балансы центральных банков некоторых африканских стран. Все-таки если пересчитывать, скажем, активы, а активы это иностранные валюты, а пассивы это национальные денежные единицы, то там примерно как бы получается паритет. У нас рублей в обращении в два раза меньше, чем валюты в резервах центрального банка. То есть у нас происходит искусственное сжатие денежной массы. Понимаете, центральный банк это не просто валютный обменник, это валютный обменник, который еще выполняет функцию душителя реального сектора национальной экономики. И при этом, значит, на протяжении последних 150 лет используется одна же и та же формула для объяснения того, почему они душат экономику. Они говорят, избыточное денежное предложение. Для того, чтобы нам бороться с инфляцией, нам надо сжимать денежную массу. Вот 150 лет назад Александр Второй начинал реформы в России. Ну, обычно у всех имя Александра Второго ассоциируется с освобождением крестьян от крепостного права. Но дело в том, что Александр Второй проводил реформы и судебной системы, и земского управления, и системы образования, а главное финансовая система. Это очень интересная тема, она слабо раскрыта историками, экономистами. Вот ваш покорный слуга сейчас подготовил одну книгу, которая в скором времени выйдет. Называется она так. «Остановление капитализма в России как история экономических провалов». По воспоминаниям русского фабриканта и купца Василия Кокарева. Я не знаю, может быть, не слышали, кто такой Василий Кокарев. В свое время это был богатейший человек в России, и уже за несколько лет до смерти он написал свои воспоминания, описал вот эти самые величайшие провалы экономические, они были неизбежны. Собственно, некоторые даже в порыве полемического задора говорят, что Кокарев в конце жизни стал социалистом, потому что он просто отрицал модель, которая была навязана Россией. Так что это очень интересно. Следите, книга выходит приурочена к 200-летию со дня рождения Василия Александровича Кокарева. В следующем году будет выход этой книги. Но там я почему об этом говорю? Потому что вот эта политика удушения экономики, она уже практиковалась в 70-е годы 19 века. Сжимали денежную массу для того, чтобы бороться с инфляцией. И для того, чтобы бороться с обвалом российского рубля. Но ведь что сделали реформаторы? Первым делом они вели конвертированность российского рубля. Российский рубль начал обращаться на фондовых биржах, на валютных биржах, извините, европейских стран. Берлинской биржи, Парижской, Лондонской. Российский рубль начал лихорадить. Но в основном он стал падать, конечно. И, естественно, стали тогда умники говорить по научению западных экспертов. Вам надо сжимать денежную массу, чтобы не падал рубль. Понимаете, это вот мне немножко напоминает такую шутку, черную шутку. Лучшее лекарство от головной боли – это гильотина. Да, вот задушите экономику, инфляции не будет. И падения рубля не будет. Вот примерно вот. К сожалению, должен сказать, что даже наш президент, выступая перед журналистами, помните, была большая пресс-конференция, он воспроизвел один к одному вот эту самую сказочку насчет того, что Центральный банк, мол, вынужден сжимать денежную массу, потому что иначе мы не можем бороться с инфляцией. Все перевернуто с ног на голову. И, конечно, очень обидно, что даже президент озвучил эту сказочку. Не знаю, то ли он действительно заблуждается, то ли он уже в отчаянии пытается прикрыть Набиулину. Ну, Набиулина, конечно, грубейшим образом нарушила статью 75 Конституции Российской Федерации. Статья 75 говорит, что основная задача Центрального банка заключается в том, чтобы поддерживать стабильность национальной денежной единицы рубля. Спрашивается, если они не могут выполнять эту задачу. А что же тогда делает Центральный банк? А Центральный банк поставлен на то, чтобы, во-первых, осуществлять кредитование американской экономики, через покупку казначейских бумаг. Трежерис, так называемый. Это кредитование, бессрочное, беспроцентное кредитование. А во-вторых, это, конечно, для того, чтобы душить российскую экономику, сжимая денежную массу. Так что деструктивная роль Центрального банка на порядок выше, а может быть и на три порядка выше, чем все экономические санкции Запада вместе взятые. Пока мы не уберем из тыла этого противника, то мы не можем рассчитывать вообще ни на какой экономический прогресс. Ну, значит, фактически нам надо, прежде всего, национализировать Центральный банк. Национализировать Центральный банк. Некоторые, правда, говорят, так а как? В федеральном законе о Центральном банке написано, что учредителем Центрального банка является... Ну, там сначала учредителем формально было Министерство финансов. Там символическая сумма в 3 миллиарда рублей. Потом, по-моему, Росимущество стало учредителем Центрального банка. Неважно. Это чисто юридизм. Это чисто юридизм. Речь идет не о юридизме, а о реальной национализации. Одна из первых статей Центрального банка прямо фиксирует, что Центральный банк – это не орган государственного управления. Потому что там записано, государство не отвечает по обязательствам Центрального банка. А Центральный банк не отвечает по обязательствам государства. А ведь наши международные резервы – это результат, будем так говорить, вот той напряженной работы по добыче природных ресурсов, и их вывозу за пределы России. Казалось бы, эти результаты должны принадлежать народу. Они находятся на балансе Центрального банка, который, как я только что процитировал, не отвечает по обязательствам государства, и вообще государство ничем не обязано. Зато он обязан выполнять задачи, которые перед ним ставит Федеральная резервная система. А Федеральная резервная система требует, чтобы происходила закупка именно зеленой бумаги, создавался спрос на продукцию хозяев печатного станка. Все предельно просто. Так что это третий пункт. Есть еще много других пунктов. Среди других пунктов бы я назвал, может быть, и такой, не очень, может быть, сегодня самый актуальный вопрос. Это наше членство во Всемирной торговой организации. Вообще, достаточно странная она хроническая организация, потому что, смотрите, на сегодняшний день Соединенные Штаты объявили экономические санкции многим странам. У меня нет последних данных. Последние цифры, которые мне удалось найти, это юнктадовские цифры на начало нулевых годов. Значит, там была такая цифра. Соединенные Штаты и Великобритания на тот момент объявили экономические санкции странам, в которых проживало 52% населения. Извините, если, значит, два члена Всемирной торговой организации таким образом хулиганят, а в уставе ВТО записано, что главная задача ВТО это либерализация мирового рынка, снятие всяких барьеров, всяких ограничений, то уж если нас втянули за уши в эту организацию под названием ВТО, тогда давайте пользоваться той ареной, на которой мы имеем право. И первым делом поставим вопрос, почему Соединенные Штаты и Великобритания таким наглым образом нарушают устав ВТО? Первый раз предупредить, а второй раз поставить вопрос об их исключении из ВТО. Ну, а если, естественно, наше предложение не пройдет, тогда у нас появляются все моральные и политические основания для того, чтобы хлопнуть дверью и все-таки выйти из этой сомнительной организации. Вот это одно из предложений, может быть, оно было более актуальным в 2012 году, когда нас тянули за уши, но тем не менее я вспоминаю, что это тоже один из пунктов моей программы. Ну, я не буду сейчас разворачивать всю программу. Вот достаточно хотя бы осмыслить эти пункты, они являются ключевыми. Ну, и еще раз хочу сказать, что ничто не иного под луной, как говорил премудрый Соломон, мы не должны что-то изобретать, мы должны хорошо знать свою историю. Подобного рода ситуации, с которыми мы сегодня сталкиваемся, они уже были в нашей истории. Это была и середина XIX века, о чем я сейчас вспоминал, в связи с реформами Александра II. Это и лихие годы гражданской войны, интервенции, когда нас брали в блокаду, и военную блокаду, и торгово-экономическую, и морскую блокаду. Тем не менее, мы все-таки сумели прорваться. Вот, безусловно, что была индустриализация. Часто сегодня вспоминаем про индустриализацию, и это правильно. Нам надо говорить не про импорт и замещение, а про индустриализацию, новую или вторую индустриализацию. Вот, и тут, собственно говоря, у нас богатейший опыт. Богатейший опыт. Конечно, я не детализирую нашу историю, и изучал, как проходила, не гладила, как проходила индустриализация, методом проб и ошибок. Но все-таки мы создали модель. Эта модель, она работала. Сначала она не очень хорошо работала. Я вот предыдущей аудитории сравнивал это с автомобилем. Сначала автомобиль был не очень совершенен, потом его доработали. Появился автомобиль с полным приводом, с мощным двигателем. Ну, для того, чтобы этот автомобиль работал, быстро бегал, необходим бензин. Сначала бензина не было, потом бензин появился. Под бензином я имею в виду, прежде всего, люди. Люди, которые оживляют любое железо, любую мертвую материю. Без этого, собственно говоря, никакие наши задумки, они не будут реализованы. И поэтому, даже если мы восстановим по сохранившимся чертежам этот самый автомобиль, то мы должны еще параллельно думать о том, чтобы для этого автомобиля был хороший бензин. Спасибо за внимание. Приступаем к вопросам. Вопросов много. Я думаю, что не все уже больше не будем. Давайте, да, то иначе подведем черту. Да, черта под вопросами. Нет, нет. Как вы относитесь к недавно осознанному комитету 25 января? Да, честно говоря, я слабо себе представляю, что это за комитет. Что-то слышал, край муха. Насколько я знаю, что там Игорь Иванович Стрелков, да, насколько я знаю, там Калашников. Вот, всех участников я даже не могу назвать. Ну, некоторых я не знаю, некоторых я знаю достаточно близко. Но, в общем, это мне напоминает, значит, ситуацию из басни Крылова «Квартет». Там ничего не получится. Но я знаю некоторых людей, я даже понимаю, что они между собой вряд ли когда-либо о чем договорятся, а вот чтобы за собой кого-то повезти, ну, навряд ли, навряд ли. Так что, нет, у меня достаточно сдержанные отношения к комитету. И даже думаю, что, может, этот комитет в каком-то смысле сыграет негативную роль. В том смысле, что некоторые люди, по-моему, попали в недоразумение, и будет произведена некая такая дискредитация некоторых людей. Вот. Так, зачем Россия заказывает гособликации США? Ну, еще раз повторяю, это делается потому, что четверть лет назад мы проиграли в холодной волне. Надо четко сказать, что мы проигравшая сторона. Это жесткий мой диагноз. Мы находимся в состоянии полуколонии. Пока, безусловно, мы не вырвались из этой колониальной зависимости. И, соответственно, метрополия, она требует своей мзды, она требует своих регулярных и нерегулярных платежей от колоний. Так что, это вот, закупка гособликации, это своеобразная дань. Это своеобразная дань, и мы должны четко это понимать. И вот как раз студенты экономических вузов, они этого не понимают. Я на примере своих студентов, вот объясняя эти, казалось бы, сложные вещи, перевожу на простой, понятный русский язык, и уверяю вас, что это сразу очень позитивно влияет на сознание молодежи. Просто я считаю, что мы обязаны с молодежью говорить на эти темы, переводя с этого птичьего языка на наш русский, понятный язык. Дальше. Можно ли привязать рублик к золоту? Категорически нет. Категорически нет. Хотя такие предложения по привязке рубля к золоту, они звучат. Вот у нас есть такой предприниматель Герман Стерлигов, достаточно странный человек. И вот он достаточно активно пропагандировал, значит, в ревязку рубля к золоту. Вот я на это говорю, что ни в коем случае, потому что мы уже на эти золотые грабли наступали. Мы на эти золотые грабли наступили в 1897 году, когда министр финансов Сергей Ильич Витта оправданными, а в основном неправданными, протащил решение о создании золотого рубля. Это интереснейшая история, конспирологическая. Можно написать интереснейший роман, документальный роман на эту тему. Еще никем не написан. Пишите, пишите. Ну, вы знаете, есть и другие, более срочные задачи. Тем не менее, я хочу сказать, что, собственно, золотой рубль – это уже, будем так говорить, окончательное начало конца России. Вот иногда говорят, разрушители России там называют Троцкого, кто-то Ленина называет, кто-то еще кого-то. А я вот этот ряд бы на первое место поставил Сергея Ильича Витта. Кстати, по некоторым данным, масон 33-го градуса. Но это не важно, даже если бы он не был масоном. Сегодня у нас в правительстве нет масонов, но они еще более эффективны, чем масоны тех времен. Вот, так что это так, лирика. Собственно, что произошло? Произошло следующее, что Россия, как всегда, казалась святее Папы Римского. То есть, золотые стандарты были уже и в других странах. Золотой стандарт – это ведь проект Ротшильдов. Первая страна, которая вела золотой стандарт, это была Англия. Ну, де Юра это был 1817 год. Реально, золотой стандарт в Англии заработал с 1821 года. Безусловно, что это была инициатива Натана Ротшильда, одного из сыновей того самого Мейера Аншеля Ротшильда, Папаши Ротшильдов. И это был, наверное, наиболее такой известный, наиболее энергичный, наиболее влиятельный из сыновей. И, кстати говоря, он дружил с Давидом Риккардо, который изучает современные студенты, и мы его изучали. Ведь он был не кабинетный ученый, он был спекулянт. Причем они вместе с Натаном Ротшильдом играли на бирже. Ну, и у меня такая версия, что, видимо, Натан Ротшильд попросил Давида Риккардо, чтобы он положил на бумагу обоснование золотого стандарта. Вот если у Адама Смита, например, полное неприятие золота как день, помните, в Евгении Онеге, Он был великий эконом, и он умел судить о том, как государство богатеет, и чем живет, и почему не нужно золота ему, когда простой продукт имеет. А их ведь в одном флаконе подают. Адама Смита, Давида Риккардо. А Давид Риккардо говорил с точки зрения наоборот. Настоящие деньги – это только золото. Или золото – это деньги. А у студента все сливается в одну картинку. Ну, и, собственно, одна из последних стран, которая держалась в этом победном шествии золотого стандарта – это была Россия. Поэтому, собственно, была сделана такая многоходовка внедрения Сергеевича Витта в государственные пары. Сначала ведь работал он в Министерстве путей сообщения, руководил департаментом финансов, а потом его уже передвинули на Министерство финансов. Собственно, у России было три способа поддержания денежного обращения. А, почему я сказал «святее Папы Римского»? Да потому что тот закон о золотом рубле, который был принят, он предполагал, что Государственный банк Российской империи может отпускать бумажных денежных знаков в объеме эквивалентном золотому запасу. Там была немножко сложная формула, но если ее упростить, то почти 100%. Скажем, в Бельгии было 20%. Во Франции вообще не было четкого норматива. А у нас было 100%. Если перевести на русский язык, то это была самая тугая золотая удавка. Самая тугая. И естественно, что добычи не хватало для поддержания золотого запаса. Активного сальдо торгового баланса для того, чтобы зарабатывать золото на рынке, не хватало тоже. Основной источник поступления золота это были золотые кредиты родственников. Поэтому Россия накануне Первой мировой войны имела самый большой внешний государственный долг. И если бы история пошла по другому сценарию, то, наверное, Россия бы стала колонией еще где-нибудь там по решениям Парижской мирной конференции 2019 года. Это вот, понимаете, я, видите, почему говорю, что Россия находится под Богом. И объяснить рационально русскую историю невозможно. Бог творит историю, используя разных людей. И святых, и, будем так говорить, людей, которых... Ну, грешники это мягко сказано. У Николая Сербского ведь было три категории. Он говорил, есть богоподобные люди, есть звероподобные люди, а есть бесоподобные люди. Безусловно, что ту историю в том числе творили и бесоподобные люди. Но опять-таки, бесы же творили не по собственной воле, а по покущению Божьему. И таким образом Россия была в очередной раз спасена. Вот такой парадокс нашей русской России, понимая, русской истории. Вот, так что я про золото могу говорить долго. И хотел бы пользоваться случаем... Да, еще, конечно, к золоту мы еще в 20-е годы возвращались. Помните, золотой червонец? Ведь, к сожалению, здесь очень много непонимания. Многие думают, что золотой червонец действительно выпускался. Действительно, был бумажный знак, на котором было написано «червонец», на котором было написано, что обеспечен золотом. Обеспечен? Но это еще не значит, что разменивается. Размен червонца на золото так и не начался. Да, были отчеканены монеты золотые, на которых было написано «червонец». Но они не имели хождения, как средство обмена. И, слава богу, господину Сокольникову, настоящего фамилии Бриллиант, не удалось все-таки добиться видения золотого червонца. Но его же ведь тогда всего называли «наш советский витер». Это были тяжелейшие 20-е годы, когда страна находилась на развилке. И если бы, конечно, мы пошли по пути золотого червонца, то, наверное, бы история складывалась совсем по-иному. Не в нашу пользу. Что касается вообще темы золота, то на заседаниях Русского экономического общества эта тема всплывает почти каждый раз. Сейчас мы тут сидели, пели чай с одним издателем где-то полгода назад. И неожиданно родился такой экспромт. Он меня спрашивает, что вы могли бы нам дать новенького для нашего издательства. Я говорю, ну что, вот все, Катасонову, Катасонову, давайте мы сделаем многотомник с условным названием «Русские патриоты против хозяев золота». И я предложил, значит, 4 тома. Первый том – это генерал Мич Володов Александр Дмитриевич, его знаменитая работа «От разорения к достатку». Я считаю, гениальная работа, более гениальная даже, чем его история России, четырехтонная история России. Ее все знают, а вот эту маленькую книжицу «От разорения к достатку» знают, к сожалению, очень немногие, очень рекомендуют. Поэтому мы выпускаем первый том, посвященный работам Мич Володова. Там есть и другие работы, скажем, работа «Русская валюта», там есть тоже небольшая работа его. И «Мое послесловие», где я, собственно говоря, комментирую некоторые вещи. В общем, так вот первый том. Второй том – это Георгий Васильевич Бутми, его знаменитая работа «Золотая валюта» и еще были работы. Он был ярый оппонент «ВИТТО». Вот. И там много интересного я подчеркнул из работы Бутми. Третий том – это Сергей Филатич Шарапов, именем которого названо «Наше русское экономическое общество». И его, конечно, гениальная работа «Русский рубль», «Бумажный рубль», извините, оговорился, «Бумажный рубль». Вот. Кстати говоря, та денежная реформа, которая, и кредитная реформа, которая проходила уже в Советском Союзе, когда мы готовились к индустриализации, она очень напоминает те предложения, которые были сформулированы Сергеем Федоровичем Шарапов и его книге «Бумажный рубль». Так что это третий том. А четвертый том этого четырехтомника – это уже работа вашего покорного слуга, «Слуги» – это некое обобщающее исследование золота в мировой и русской истории 19-21 века. К теме золота мы неизбежно будем возвращаться, потому что сегодня идет незримая борьба между разными кланами, между отдельными акционерами Федеральной резервной системы. Ротшильды – это акционеры, которые остаются в Федеральной резервной системе, другое дело, что их позиции ослабли. Даже то, что произошел демонтаж Бреттон-Вудской системы и был совершен переход в бумажно-долларовой системе, это ведь признак ослабления позиций Ротшильдов. Но безусловно, что вот последние 40 лет мы видим незримую эту борьбу двух главных кланов. Ротшильды, безусловно, всегда делали и продолжают делать ставку на золото, поэтому то в одной, то в другой стране будут выскакивать разные инициативы внедрения золотой валюты. Ну, скажем, в Швейцарии идея параллельного золотого швейцарского франка. Китай, золотой юань и так далее. Да, Динар. Да, Динар. Ну, Динар там особый, немножко особый разговор, да. Золотой Динар. Очень много. Извините, увлекаюсь, да. В России отсутствует механизм качественного отбора профессионалов во власть. Яркий пример там у Медведев. Пустышка с низким уровнем интеллекта. Ну, так таких и отбирают. Формально, значит, я более того скажу, разговаривал с некоторыми людьми, которые прошли достаточно длинный путь службы уже при нынешней власти. Ну, люди, которые все-таки так не потеряли голову. Вот их такая экспертная оценка. Они говорят, что жесткие фильтры начинают работать уже на уровне начальника отдела. Вот. Поэтому случайные люди на начальника отдела уже не попадают. Я 10 лет работал в Центральном банке. Я думаю, что эта экспертная оценка очень близка к реальной. Если ты даже случайно и попал на какой-то уровень, но ваш покорный слуга некоторое время даже занимал должность начальника управления в Центральном банке, то, как правило, такие люди находятся под пристальным вниманием. И любой шаг вправо, шаг влево он очень жестко карается. Так что ситуация там крайне жесткая. Я вообще должен сказать, что в таких структурах демократия всякая кончается. Вчера мне в аудитории пришлось тоже рассказать, что в странах Запада демократия существует только где-то на площадях. Так, когда ты, скажем, входишь в двери небоскреба, на котором висит вывеска какой-нибудь транснациональной корпорации, забудь про демократию всяк сюда входящий. Там совершенно жесткая вертикаль власти. Ну, некоторое время мне приходилось работать консультантом с некоторыми такими транснациональными корпорациями. Так что изнутри дух этого корпоративизма я хорошо почувствовал. Так что, нет, туда проникнуть крайне сложно. Да и, честно говоря, это не совсем эффективно будет. Если бы мне, например, предложили бы занять какой-нибудь уровень, я бы, наверное, скорее всего отказался. Были такие предложения, но я от некоторых предложений в последнее время отказывался, понимая, что либо это подставы, либо я задал вопрос, а кто надо мной будет? Я говорю, я без прикрытия не работаю. Так, а почему в России до сих пор не введен прогрессивный налог? Ну как, почему? Ну, почему? Потому что у нас классический олигархат. Да, ну тут вот справка проводится, значит, диапазон налогообложения в отдельных странах. Франция, Германия, Австрия, Швеция, Китай. Да, у нас уникальная страна во многих смыслах, в том числе и в плане горизонтальной шкалы налогообложения. Валентин Юрьевич, будет ли Ваше выступление в интернете? Сегодняшнее, ну я думаю, что записывает. Будет завтра уже выложено в интернет, на сайте нашей партии. Как Вы относитесь к Старикову и его партии Великое Отечество? Ну, честно сказать, я в прошлый раз уже отвечал на этот вопрос. И, как мне сообщили, Николай Викторович сильно обиделся на мой ответ. Но я могу его повторить? Он еще раз обидится. Я в прошлый раз сказал, что хороший писатель. Я его, наверное, раньше других заметил. Но когда в 2008 году я купил очередную его книжку, начал читать, и вдруг на какой-то там 30-й странице я вдруг услышал фальшивую ноту. Мой музыкальный слух не в состоянии такую фальшивую ноту выносить. Ну, и я еще взял одну, думаю, может, случайно. Нет, опять фальшивые ноты пошли. Я уже перестал покупать книжки Старикова. Вот такие фальшивые. По-моему, сплошное дешево. Как Вы относитесь к Федору? Ну, этот вопрос тоже был. И к его организации нот. Ну, как? Я в прошлый раз сказал в этой аудитории, делайте, как говорит Федоров, но не делайте, как он делает. Кстати, к чести Евгения Алексеевича, на него подобного рода оценки никак не действует. Он мне несколько раз звонил, и даже мы с ним там выступали на совместном вебинаре. Ну, первая половина вебинара шла нормально, а вторая уже, собственно говоря, у меня голова отключилась, потому что я уже перестал понимать, о чем говорит господин Федоров. А первая половина, критическая, она была очень хорошая. А конструктивная, я уже, честно признаюсь, ничего не понял. И поэтому я просто отключился. Так что прошло два года, но оценки все те же. То же самое. Да, то же самое, да. Так, дальше. Валентин Юрьевич, возможно ли третья мировая война? Если возможно, то за какие идеалы мы должны погибнуть и погубить своих детей и внуков? И кто может остановить это мракобесие? Кто может остановить это мракобесие? Только Бог. Только Бог. Да, Путин не в состоянии это остановить. Если кто-то думает, что Путин это может сделать, можно только молиться за Путина. Это максимум, что. Но писать какие-то челобитные, писать какие-то программы, это не самый продуктивный путь. Есть и другие варианты. Но, прежде всего, надо действительно и молиться, и каяться, и все-таки делать честно и добросовестно свое дело, на которое ты поставлен. И если ты это будешь делать, то, уверяю вас, многое может сдвинуться с мертвой точки. Почему президент Российской Федерации упорно отказывается от прогрессивного налогообложения российских новоривших? По той же причине, почему он отказывается от национализации Центрального банка? Почему он отказывается от того, чтобы снять Набиуллину с поста председателя? Вообще-то там в чистом виде уголовная статья по Набиуллиной. Но у нас сидят уголовники, руководят. Руководят такими серьезными организациями. Поэтому, понимаете, в колониальной администрации, собственно, любое решение, оно согласовывается с метрополией. Так что, может быть, конечно, есть у нашего президента какой-то люфт. Может быть, там во внешней политике есть люфт. В области экономики никакого люфта нет. Я, по крайней мере, не могу найти никаких позитивов в сфере экономики. То есть, жесткая посадка? Да, безусловно. В принципе, вы меня немножко вынуждаете говорить о том, что мы не сегодня-завтра можем поиметь жесткую посадку. И причина для этого не только Третья мировая война. С моей точки зрения, она уже началась. Просто мы привыкли к тому, что большая война – это какие-то танковые сражения типа Прохоровского или под Сталинградом. Сегодня это уже совершенно другой тип войны. Условно, я датирую начало Третьей мировой войны – это 11 сентября 2001 года. Условно, кто-то может сказать, что другая дата, но думаю, что я не сильно ошибаюсь. Так что, давайте дальше пойдем. Уважаемый Валентин Григорьевич, меня уже Григорьевичем назвали. Объясните, как это возможно. В 2015 году наше государство получило от продажи природных ресурсов 20 триллионов рублей, а в бюджет попало только 8 триллионов. Это масштабное хищение. Так я же только что объяснил, что у нас-то ведь выручка от экспорта идет не в бюджет. Она идет на валютный рынок. Причем на валютный рынок-то идет не вся выручка от экспорта. В России возвращается только та часть выручки, которая необходима для покрытия рублевых расходов. Понимаете? А то, что сверх того, это остается оседать за границей в разном роде офшорах. Поэтому, собственно, эффективность нашего экспорта, она крайне невысокая. Поэтому то, что попадает на валютный рынок, меняется на рубли. Но, опять-таки, не все же рубли идут в бюджет. Так что тут достаточно сложный механизм. Я за 2 минут не встаю не объяснить все эти механизмы. Уважаемый Валентин Юрьевич, можно ли, с вашей точки зрения, считать подкремлевские политические движения, созданные в том числе одним из лидеров «Единой России» и писателем, псевдоисториком, сектами? Ну, наверное, можно. Я не очень так хорошо ориентируюсь в сектоведении, где начинается и кончается секта. Ну, так, образно, я ведь и систему экономического образования называю сектанством. Это тоталитарные секты особо разрушительны. Можно, наверное, но я тут не очень владею терминологией сектоведения. Так, если банки продают даже по кредитам коллекторам, бомбилам за 40%, то почему бы эту сумму не простить должнику? Ну, потому что, у меня же целая книжка вышла, банкократию, банковская деятельность как организованная преступная, то есть банки как организованная преступная деятельность. Понимаете, все банки, они занимаются преступной деятельностью. Я могу долго говорить на эту тему, я просто боюсь, сейчас я перескочу и тогда не хватит… Нет, не будем, не будем. Ну, читайте мою книжку «Банкократию». Да, там 70% населения в рабстве у банков. Так, уважаемый Валентин Юрьевич, в советское время без ИНН и СНИСЛ принимали на работу, сейчас повсеместно присваиваются номера всем людям, не спрашивая на то разрешение и желание людей. Что без ИНН и СНИСЛ не может существовать экономика? Конечно же, может. Понятно, что подготавливаются условия для электронного концлагеря. Вот, для электронного концлагеря. Это надо понимать. Я тут не столько, конечно, этой стороной вопрос занимаюсь. ИНН снился. Тут у вас есть в Питере есть Валерий Павлович Лимонов, который специализируется в этой проблематике. Правда, он в последнее время стал мне часто писать, присылать свои материалы, потому что мы с ним сходимся в том, что действительно создается электронный концлагерь. Но я занимаюсь больше электронным банковским концлагерьем, говоря о том, что, собственно, сегодня во всех странах проводится политика по вытеснению наличных денег из обращения. Если наличные деньги будут вытеснены из обращения, останутся только безнальные деньги, то в этом случае мы будем иметь действительно электронный банковский концлагерь. Кстати говоря, возвращаясь, почему все-таки коммерческие банки занимаются незаконной деятельностью. Я задавал этот вопрос многим лицам, гражданам, которые имеют титулы доктор юридических наук, заслуженный деятель юридических каких-то наук или дел и так далее. Заслуженный юрист. Да, заслуженный юрист, да. Там у них есть целая линейка всяких званий, поэтому я немножко путаюсь. Вот, я говорю, скажите, пожалуйста, в каком документе определен статус безналичных денег? Ну, нет такого документа. А 80% всего денежного обращения, всей денежной массы – это безналичные деньги. Следующий вопрос. А кто имитирует безналичные деньги? Коммерческие банки. То есть это фактически преступная деятельность. И господин Силуанов раз в полгода говорит о том, что мы должны быть цивилизованной страной и переходить безналу. То есть он к чему нас призывает? К тому, чтобы мы пользовались незаконным платежным средством. И, к сожалению, юристы почему-то вот обходят эти вопросы. Я тут выступал на, как это называется, Московское общество юристов. Ну, в общем, сливки, можно сказать. Но я их озадачил своими вопросами. Была полная тишина. Никто даже не рискнул вступить со мной в дискуссию на эту тему. Вот. Так что, может быть, питерские юристы все-таки захотят начать разговор на эту тему. Так, мы каждый раз задаем вопросы и обсуждаем темы, почему вышло именно так и кто в этом виноват. И кроме общих фраз о том, что нам надо бороться с этими позорными явлениями, ничего конкретного, именно конкретного не предлагается. Есть ли у вас конкретное видение решения вопроса, как остановить инфляцию? Ну, это вопрос на конце находится. Чтобы остановить инфляцию, нам надо изменить статус центрального банка. Провести национализацию центрального банка. Чтобы провести национализацию центрального банка, нам необходимо, чтобы возникло понимание необходимости от иноцентализации в обществе. Ну и так далее Мы, русско-экономическое общество Накоемся в начале этой цепочки Мы проводим как раз Профитительскую, миссионерскую работу Для того, чтобы как можно больше людей Об этом узнало Для того, чтобы менялась вот эта атмосфера Возникала атмосфера Неприятия вот этого Будем так говорить Незаконного нашего Сегодняшнего бытия Мы иногда даже на заседании Реуш обсуждаем Конституцию Российской Федерации Там практически нет ни одного живой статьи Эти статьи Они никак не соотносятся Реальной жизнью У вас тут в Питере находится, по-моему Конституционный суд Российской Федерации Под боком Чаще задавайте им неудобные вопросы Пишите петиции И по поводу 75-й статьи На основе Чего, собственно говоря Почему Центральный банк нарушает 75-ю статью И, собственно говоря На основании каких нормативных документов Коммерческие банки Занимаются фальшивом анечеством В особо крупных размерах Так, Валентин Юрьевич А.И. Фурсов Говорит, что перед Россией Два пути развал Или левая диктатура Фурсов говорит, что он работает Работает на диктатора Я уж не знаю На каком диктатор работает Может, у него есть уже там Фигура диктатора Я о ней не знаю Хотя я иногда встречаюсь С Андреем Ильичем Но он мне ничего не рассказывал Про своего диктатора Каковы перспективы России? На кого работаете вы? Ну, вы знаете Но, прежде всего Любой человек На работе Должен понимать Что он работает На главного начальника Тут мне с одним таким Матерым атеистом Пришлось беседовать Он из бизнеса Я ему говорю Ну, у тебя-то есть все равно начальник? Есть Я говорю У меня тоже есть Вот только у тебя там начальник Это президент корпорации А у меня Бог У меня выше начальник Поэтому я говорю Вот и все Так Что должны делать патриоты В условиях наличия Непатриотического правительства? Ну, вы знаете Я уже об этом сказал Во-первых У нас должно открываться зрение Во-вторых Мы должны действительно Делать добросовестно Своё дело На котором мы находимся В-третьих Уж если такие Наиболее горячие молодые Хотят Каких-то изменений Ну Создавайте какие-то Свои организации Только их тоже Грамот надо создавать Вот У меня На РЭУ Бывают бывшие НОДовцы Они говорят Мы так и не поняли Вот Фёдоров Предлагает нам Национальное Сводительное движение Я тоже задавал Евгению Алексеевичу вопрос Собственно говоря А что такое Национальное Освободительное движение Я говорю Вот Я сорок с лишним лет Назад в институте Учился У нас был курс Тогда Назывался этот курс Международное Коммунистическое Рабочее движение Там был в том числе Раздел Национальное Освободительное движение Нам как раз Говорили Что Национальное Освободительное движение Это не парламентские Формы борьбы А как вот Можно заниматься НОДом Находить парламент Я не очень понимаю Федором Это наш Че Гевара Скоро будет Понятно В общем Молодежь очень просит Чтобы мы Все-таки На заседании РЭО Сделали отдельное Заседание Посвященное Разговору О том Что такое Национальное Освободительное движение Вот Но это К вопросу о том Что может быть Действительно Молодежи Надо организовываться Но Нужны Действительно Харизматические Фигуры И конечно Евгений Алексеевич Явно Не Не может Претендовать На роль Такой фигуры Надеюсь Он не обидится Он не обидчивый Политик Так Какое Экономическое Образование Дает Высшая Школа Экономики В Москве В частности МИЭФ Я даже не знаю Что это за Аббревиатура МИЭФ Ну вообще Высшая Школа Экономики Как у нас В Москве Горет Рассадник Либерализма Да Ну здесь Вот На вчерашней встрече Были Ребята Из высшей Школы Экономики Питерский Филиал Но Достаточно Нормальные Ребята Я говорю Но это Видимо Потому что Вы далеко Находитесь И у Кузьминова И у Этого Самого Ясина У Ясина Руки Не доходят До вас Так что Вот Пользуйтесь Тем Что вы Так Ну Может быть Да Ну Вполне Нормальные Ребята Контраст По сравнению Со Студентами И даже Преподавателями Московской Высшей Школы Метрополии Да Так Расскажите Пожалуйста Состояние Нашего Резервного Фонда Продолжает Ли наша А точнее Не наша Власть Складывать Наши Нефтедоллары В экономику США Что Творится С внешним Долгом России Хорошо Ли То Что Россия Вновь Выходит На рынок Заимствований Да Вчера Мне Как раз Задавали Вопрос По поводу Значит Того Что Министерство Финансов Обратилось К американским Банкам С предложением Осуществить Размещение Казначейских Бумаг Российской Федерации Я честно говоря Нигде не успел Еще прочитать Эту информацию Вот Я говорю Ну вообще Подобного Рода Обращение К американским Банкам Ну это Можно оценивать Как некий Эпатаж Или Желание Подразнить Зверя Уже Некие Реакции Стороны Госдепа Который Рекомендовал Американским И западным Банкам Значит Не соглашаться На подобного Рода Предложения Со стороны России Ну Мне непонятно Неужели Министерство Финансов На Эльдинке Не понимает Что Такое Предложение Оно не только Бессмысленно Но оно только Создает Вот Ненужные Вибрации Понимаете Вот Я думаю Что конечно Соединенные Штаты Администрации Соединенных Штатов Не будут Принимать Специальную Санкцию Значит Примерно Такого Содержания Запретить Значит Ошлять Размещение Казначейских Бумаг Российской Федерации На американском Рынке С участием Американских И западных Банков По той Простой Причине Что тогда Ведь и нам Надо Какой-то Ответный Удар Наносить И тогда Собственно Говоря Минфин Должна будет Сказать А мы Тогда запрещаем Размещение Американских Казначеек На российском Рынке И тогда Извините Придется Выгружать Там 80 миллиардов Долларов Американских Казначеек То есть Ну понятно Что Скорее всего Никакой Санкции Не будет Потому что Мне сейчас Задали вопрос Не может ли Эта рекомендация Перерасти В полноценную Санкцию Нет Никогда Не перерастет Так Насчет Резервного Фонда Есть еще Фонд Национального Благосостояния У нас Два Фонда Резервных Ну По некоторым Оценкам Если мы Так будем Сейчас Стратить Эти деньги То Через два Года Они кончатся Через два Года Они кончатся Вот Используются Они конечно Не очень Рационально Мягко Выражаясь Я бы вообще Предложил На время Прекратить Расходование Средств Двух Этих Фондов И Дождаться Того В момент Когда придет Новая Власть Потому что Расходование Этих Средств Из обоих Фондов Сопряжено С очень Серьезными Потерями Мягко Выражаясь Коррупционная Составляющая Всех Схем Очень Велика Ну Вот Сегодня Услышал Что Снят Своего Поста Руководитель Внешнеэкономбанка Господин Дмитриев Ну Там Конечно КПД Работы Внешнеэкономбанка Очень Низкая Да Какой-то Человек Который Кончал Академию ФСБ Вот Ну Опять-таки Какой бы Там ни был Человек Будем Исходить Из презумпции Предположения Что это Положительный Человек Профессиональный Но Он Будет Поставить Такие Условия Что навряд Ли он сможет Что-либо Изменить Кардинально Так Согласны ли вы С необходимостью Проведения Аудита Экономики И Оборота Валюты В стране С целью Решения Вопроса О Контракте С властью Контракте С участия С участием С участием Мирового Холдинга С подобным Предложением Выступил Антонов И Ковальчук Я не знаю Какой Антонов Выступил И какой Из Ковальчуков Вот Да Значит Независимый Аудит Экономики Я не очень Понимаю Что такое Аудит Экономики Я там Максим Понимаю Что такое Аудит Скажем Бюджета Аудит Центрального Банка Вот Счетная Палата Проводила Значит Аудит Итогов Приватизации Кстати Этот документ Так и не стал Ну так скажем Достоянием Широкой Гласности А там В общем-то Видно Что Приватизация Проходила С грубейшими Нарушениями По многим Позициям Вот Кстати Вот Я вспоминал Сегодня Алексей Евгеньевич Федорова Первая часть Встречи Она прошла Достаточно У нас Нормально Ровно И он Даже Продемонстрировал Там на Вебинаре Очень интересные Документы Это результаты Аудиторских Проверок Заключительные Части Аудиторских Отчетов Там Практически Значит Аудиторские Проверки Всех Наших Основных Компаний Как говорят Стратегически Значимых Компаний Практически Практически Против каждого Против каждой Компании Стоит аудитор Это вот Большая четверка Большая четверка То есть Это Аудиторы Которые напрямую Связаны С хозяевами денег Я помню У меня была Студентка Одна Она Пошла Значит То ли на стезировку То ли на работу В Энстенд Янг Одна из Аудиторских Компаний Входящих Большую четверку Вот Она У меня Писала Магистерскую Диссертацию И она Мне Рассказывала Что Ее Послали На Аудирование Ростехнологий Ну естественно Там Целая команда Была И она Говорит Валентин Юрьевич Я никак не могу Понять Значит Аудиторы Требуют Документы И нам Представляют Документы С грифами Секретно Но ведь Это же Энстенд Янг Спрашивает Молодая девушка Как можно Документы С грифом Секретно Передавать Иностранным Юридическим Лицам Потом Эти аудиторы Пишут Свои заключения Это мне Уже Федоров Рассказывал И Показывал Соответствующий Документ Заключительная Часть Это рекомендации Что надо Делать То же Ростехнологии Что надо Делать К тому же Скажем Акционерному Обществу Российские Железные Дороги И так Далее И так Далее Потом Алгоритм Действий Следующий Все это Передается В курирующее Министерство И курирующее Министерство Под копирку Пишет Свой нормативный Документ То есть Для компании Это уже Становится Законом Вот Вот как Действует Этот механизм Так что Это очень больной Вопрос Очень больной Вопрос Ведь я даже Разволновался И поперкнулся Да Валентин Юрьевич Какой вариант Финансовой системы На ваш взгляд Наиболее Подходит Для вывода России Из кризиса На основе Золотого червонца Как при НЭПе Ни в коем случае И кстати говоря Еще раз повторяю Что Золотого червонца Как такового И не было Так что Здесь надо еще Разбираться Если был бы Золотой червонец Мы бы Тогда бы С вами бы Уже никуда бы Не вышли бы Из этого болота Хлебной марки Как Германия 33 года Ну понимаете Я бы провел Такую аналогию То что здесь Вот автор вопроса Пишет Это отдельные детали Того автомобиля Который я вам Описывал Это примерно как А вот можно ли Выйти из Этой ситуации Скажем Если мы Используем там Карбюратор Скажем Компании Даймер Бенц Или Если мы Используем колеса Скажем Там Роллс Ройс Понимаете Мы должны обсуждать Конструкцию в целом А здесь просто Перечисляются Отдельные детали Узлы этой машины Поэтому Ну мне очень сложно Отвечать на такие Частные вопросы Мария Катасонова Это ваша дочь Нет Это одна фамилица Хотя Она как раз Работает с Федоровым И когда я летом был Я Сказал Маш Ты пожалуйста Уж это самое Мое имя не позволь Потому что Меня всегда Почему-то Ассоциируют с тобой Поэтому Ты там Веди себя Скромнее Вот Как вы думаете Есть надежда На Крушение Путинского режима Ну вы знаете Слова Крушение И так далее Безусловно Что Нынешняя власть Во главе которой Находится Владимир Владимирович Путин Это безусловно Некое транзитное Состояние Наше общество Поэтому Я бы не хотел Бо тут Знаете Когда эмоции Начинают зашкаливать То Разум Тогда отключается Вот Я Человек Не очень спортивный Но в молодости Единственный вид Спорт Который Это беговые лыжи Любил бегать на лыжах Но тогда Не было горных лыж И поэтому На беговых И с больших горок Спускались И вот Когда на большую горку Поднимаешься Стоишь И думаешь Спуститься Не спуститься По себе говорю Если больше трех минут Стоишь Уже точно Не спустишься Надо сразу спускаться Так вот Путин Слишком долго Стоит на этой горке Он уже не спустится Поэтому Вот такое У меня ощущение Хорошая новость Так Известно ли Что-нибудь О причинах Нередких Теперь Противоречий Между правительством И президентом Между их заявлениями По весьма Серьезным вопросам Ну Тут конечно Эти противоречия Камуфлируются А вот Противоречия Между отдельными Членами правительства Ну это просто Анекдот Знаете Я в прошлом году Писал заметку По поводу Прошлогоднего Гайдаровского форума Это Конечно Какой-то Водевиль был Просто Я тогда сказал Что скорее всего Этот водевиль Последний В истории Гайдаровских форумов В этом году Он повторился Я еще раз Посмотрел Вот у меня Такое ощущение Что эти люди Члены правительства Они друг друга Первый раз видят Они Там полная Какафония Полная Какафония И у меня Естественно Рождается Сразу же Такая мысль Что они Принимают Решение Не на основе Горизонтальных Каких-то связей А на основе Того Что у каждого Есть своя Ниточка Сверху И поэтому Вот на Гайдаровском форуме Это Некое заседание Правительства Которому Позволили Раз в год Вот В свободном Режиме Пообщаться Да еще и Перед экранами Телевизоров Понимаете И поэтому Конечно Это не правительство Это просто Вот Как по басне Крылова Только их там Больше Больше четырех Так Дальше Пойдемте Ваши заключительные книги Экономика Сталина Но она у меня Не заключительная У меня после Экономики Сталина Вышло уже шесть книг Так что А? Замечательно А, замечательно Извините Я Да Тут Экономика Сталина Содержится мысль о том Что нового человека Коммунистического общества Невозможно воспитать На материалистических основаниях И что для этого нужно было Привлечь Русскую православную церковь Я Я Возможно Ага А возможно ли это было? Нужно ли было Что-то Воспитание человека Нового коммунистического общества Русской православной церкви Так С учетом того Что РПЦ Нельзя назвать Просоветской организацией Что проявляется часто В антисоветских высказываниях Многих известных священников Ну я не очень понял вопрос Но начало мне абсолютно понятно Действительно Это еще у Льва Александровича Тихомирова Хорошо написано В его книге Религиозно-философские основы истории Где он сказал Что вот сейчас В начале 20 века И Россия и другие страны Находятся в состоянии Экономического материализма Ну марксином Это наиболее яркая форма Экономического материализма Ну он сказал Что человек Устроен таким образом Что как бы его там Не воспитывали В материалистическом духе Он все равно Духовен Ну опасность заключается в том Что если они вводят О кормлении человека Со стороны церкви Православной церкви То тогда У него начнется Псевдодуховность И я вот Уже был достаточно Зрел в возрасте В советское время Когда я видел Как вот наша интеллигенция Уходила в эту Псевдодуховность В поисках Богоискательства Такое вот советское Богоискательство Вот Слава Богу Этот период Богоискательства Не был слишком длительным Но повторяю Что абсолютного материализма Быть долго не может Человечество не может Жить в условиях Абсолютного материализма Ну и тогда появляются Какие-то Суррогаты духовности Которые Могут подбрасываться Человеку Будем так говорить Врагом рода человеческого Вот это очень Вещь такая Тонкая Опасная Но она наверное Выходит за рамки Нашего разговора Хотя на свиданиях Русского экономического Общества Мы часто Говорим В первую очередь О духовных вещах Во второй Об экономике Так Уважаемый Тим Юрьевич Если Субъективно Если субъективно И не конкретизируя Вы лично знаете людей Не имеющих Опыт И репутацию Которые могли бы Вывести страну Из кризиса Сделать развороты К созиданию Если Возглавить страну Вдруг Чудом Такие люди Безусловно Есть Такие люди Безусловно Есть Безусловно Что Многие Задаются Таким вопросом Безусловно Безусловно Что с такими людьми Наблюдают Как наши друзья Так и наши недруги За последний год Меня приглашали Разные политические деятели На свои посиделки Пытались меня куда-то втягивать Я правда не очень мог понять Чем они занимаются Какие у них цели Вот Ну и я обычно В конце нашей такой встречи Она обычно была Всегда первой и последней Я задал вопрос А скажите А почему вы меня пригласили Ответ был Примерно всегда Один и тот Потому что Вы не замаранный Не замаранный Понимаете Ну Честно говоря Я как-то Думал Ну я как-то Немножко Выше Я себя оценил Ну вот Не замаранный Уже и хорошо Уже можно В партию принимать Мне и коммунисты Иногда говорят Типа того Ну что там Ты же депутат готовый Для Госдума От фракции КПР Но ты непрогнозируемый Ты все правильно Говоришь там Про капитализм Но как ты только Вспомнишь Маркса Гесса Ленина Тут Сразу хоть Под стол Лезь Так что Ни в одну партию Я не примкнул До сих пор Да Потому что Не замаранный И непрогнозируемый Уважаемый Валентин Юрьевич Как Отразилось Ведение ЕГЭ На Поголовье Что-то такое Да Ну я понял В общем Как отразилось Ведение ЕГЭ На образование С точки зрения Практика Ну как Вы знаете Ужасно отразилось Ужасно отразилось ЕГЭ Это только элемент Той Деструктивной деятельности Которой ведет Наша секта Их вернее Секция Секта Образования Не только Конечно Образования А экономического Я просто Осторожно Не экстраполирую Результаты Своих выводов На другие Направления Хотя Вот И иногда Приходится с юристами Пересекаться С историками Но я так Все-таки Подозреваю Что там Тоже ситуация Такая же Шваковая Как и На экономическом Направлении Ну ЕГЭ Конечно Привело к тому Что люди Уже Разучились Логически Мыслить И самое интересное Что я думал Что ЕГЭ Может хотя бы Там Помогает Тренировать Память Нет Почему-то У современной Молодежи Очень ослабленная Память Я говорю На семинарском Занятии Какие-то Азбучные вещи Я понимаю Что сложные Уже Говорить Невозможно И Жду Что они повторят Они не могут Это повторить Они могут Повторить Потому что По каждому Случаю Они пользуются Этими Айфонами Айпэдами И так далее Я теперь Прихожу На занятия Говорю Протезы Прожу Убрать Это протезы Они не могут Уже без протезов Я говорю Как инвалид Не может ходить Без этих самых Без костылей А вот знаете Еще Сейчас такое Поветрие пошло Ходить с палочками Лыжными Палочками Меня одно время Уговаривали Это здорово Равномерная Нагрузка На весь организм У тебя Плечевой Мышечный пояс Начинает развиваться И так далее И так далее И тут я с одним человеком Иду С радоватым Таким плечевым поясом А он Что-то от меня Отстает Хотя он моложе Меня Выяснилось Он с палками Не пойдет С палками С палками Он уже не может Понимаете Так и студент Современный Он без айпэда Не может Тоже Поэтому Убирайте Эти палки Убирайте Эти айпэда Так Господа Все вы Были Коммунистами Где вы были В 80-е годы Когда уже Рядовым гражданам Было понятно Что страна На грани граха И вы это видели И понимали Но Позволили Страну развалить Нашли 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 Биоди Ниго В этом Таке Прилитие Существует Народ О нем Ну понятно Национальный Такой Всплеск Да Да Где Ну Я же не пишу Свадьбеографию Я же не рассказываю Какие у меня Там были Да Прессинги Да Хорошо Что В Лефортово Не попал В свое время И так далее Хотя Периодические Намеки Были Насчет того Что Тое инакомыслие Нас уже Всех достало Вот Так что Насчет Того Что у меня Все было Благополучно Уверяю вас Что Перегрузы Были такие В то время В то время Как страна Бросала Воздух Чепчики И Приветствовала Господина Ельцина Ну понятно Потом Прозрели У нас Уже Были Серьезные Проблемы У меня Лично Проблемы Если Если Так Честно Сказать Пошли Где Примерно С года 81 82 До этого Как-то Действительно Все было Очень Благополучно Вот Если честно Как на духу До 81 Года Все было Просто Настолько Прекрасно Господь Авансы давал Ну В общем А потом Пошли Перегрузки Пошли Перегрузки В какой-то Момент Времени Я понял Что Мне не нужны Никакие Должности Никакая Карьеру И я Зависто Смотрел На человека Который Мел Улицу Я Даже Так Продумал Вот Наверное Вот Это Мое Вести Улицу Вот Но Вы знаете Как-то Удивительно Я Тогда Понял Что Есть Промысел Божий Господь Заставил Меня Смириться Безусловно Я Вгустник Ему У меня Первые Шаги Моей Карьеры Были Будем Так Говорить Очень Успешные Я Не буду Сейчас Рассказывать Про свою Биографию Но Вот Где-то Уже На Хорошей Высоте Вдруг Первый Сбой Второй Сбой Третий Сбой Вот Естественно Что Неадекватная Реакция На эти Сбои Я Не привык Сбои До Тридцати Лет У меня Сбоев Не было Все Шло Прекрасно Вот Ну И Господь Смирял Смирял И Вот Когда Уже Работа Была Проведена Работа Длилась Где-то Ну Там Наверное Лет Семь Лет Семь Когда Наконец Я понял Что Мне не надо Быть Министром Иностранных Дел Я хочу Быть Дворником И вот Тогда Господь В этот Самый Момент И определил Мне место Я вообще С тех пор Живу Так Господь Определяет Мой Высший Начальник Определяет Где Мне Быть Быть Министром Значит Буду Министром Быть Дворником Значит Буду Дворником А Насчет Того Что Мы Там Как-то Подстраивались Нет Уверяю вас Спасибо 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 Господин Спасибо